Так вам не только я Я прошу Повелась в бутылке Чтоб проснуться вовремя Я слышу, вот являют Гори пальцами Я бегом и печатался Вытаскивать Скотел, что там нет Спасибо тебе вселенная Чтоб послух было Вытаскивать, добавить и сумки Прям на... Прям опкидывалась поздно Чтоб женщина была Супры вытащила Стою Чтоб не мог меня Моя уже свежая Террия Здравствуй Мешно положение Мне не допущено И все, я думаю Я сейчас просто не затащу Все эти чемоданы Не затащу Физически я иду У нас просто Какой-то звонок В недельник Что я ставила на это время Чтоб проснуться заранее И спокойно выйти Мне еще Карлов сказал Марина, это будет перед Миланом Мне помогла женщина Я просто нахожу выкидывалась Позвонила ему Позвонила ему Слушай, мне кажется, что я никак не шла Короче, позвонила ему Бросила позицию Как я в Тубай не улетела Но он мне говорит Он говорит, ты не там вышла Я понимаю, что мне надо стуль Припихать назад Телеписер Вагон И думал, что делать, или петь отсутки, или уже все, мы уже здесь остаться, как-то отсюда потом и перейдем, а как летать у меня, ну, много вещей. Я думаю, у меня деба не была, и начинает еще очень хорошая сумка, и она у меня, как ломает, как ломает, потому что я ее поднимаю, она же тяжелая. А на перроне мне этого помочь летать, вот, боже, если бы это снимать тепло, то я была звездой. Я еще только пошел, вернее, может быть, сейчас гость раньше пошел, но там такое возможно. А они похожи станциями, что с тобой. Ой, там еще все. Дорогие мальчики-мужчины, вот мой миллионер. Серж. Жека показывает, что ты миллионер. Вот чемодан. Это же, как же мне надо, блин, повезло, что пацаны как знали, что надо чемодан. Посмотрите, какой сейчас новейший чемодан. И вот с этим, с которым я прыгала с поезда, а потом запрыгивала, и Карло кричал, нет, это хороший чемодан. Серж, подошел и говорит, боже, что это, что это такое. Я говорю, ну как, вот так и живем, блядь. Ни счета, ни счета. Понимаешь? Все, сейчас будем открывать и перекладывать сразу. Богатцы. Очень. Так у меня тоже, смотри, какая красота. О, посмотри. Блядь. Интересно, сколько там килограмм? Больше 30? Да как такое туда могло влезти? Говорю, Серджик, все, вынимаем, засовывай сюда руку. А здесь чулок Карлоэтоса. Возьми его. Слышишь? Слышишь? А чего ты так? Там беги. Нет, денег, блядь, тут точно нема, я тебе говорю. Чего-чего? Ну бабла? Чистенький. Чистенький. Боже мой, сколько тут, думала ли, тут может как-то секреты у него есть. Видишь, он же кричал, говорит, как мой чемодан хороший. Не надо ему вернуть уже, ничего. Барахло, барахло, лешка. Это надо все вот так вот, чтобы там... Видишь, мы с тобой просто пихаем, а надо сложить так, чтобы оно влезло. Чтобы влезет. Вещи сюда. Вещи сюда, в шмот. Видите, да, что-то тут даже завернуто было. А, здесь кипно. Ведем, там, кипно было. Вещи сюда, которые вот и пили вот. В секунду ней, мы, какого-то, инцикетта. Все ровенатые, мы, какого-то, фары и коров. Все, видишь, вещи-то, надо тут запихать, что? Мы уже все уложили. Пока это, что надо запихнуть, аккуратно сушить. Катаха. 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 Что, у людей ничего нет? Вот это можно туда. Давай сюда. Ну, если мы сюда ничего не можем. Ну, клади. Уже, смотри, как место у тебя просторно. Мы сейчас еще оттуда сумки переложим. А, нет, колеса отвалятся. Ну, я сейчас уже не буду с поезда выпрыгивать. Это закроется здесь? Нет. Нет. Я прыгнула, бабушка там какая-то подорвалась, а я уже спрыгнула. Она от меня офигела, вот с такими глазами. Я еще подкурила сигарету, позвонила тебе. Думаю, ну все, куда мне деваться? Куда я буду тащиться с этими чемоданами? Думаю, все, нет. А потом ты говоришь, ты не торрешься. Я думаю, нет, надо все. Смотри, вот, смотри, что я у него чемоданами не шла. Я могла понять, что это у него разорвалось. Все, что ничего нету больше? Это Юрка заказывала, я тебе заказывала. Все, смотри, Сержик. Сейчас еще раз проверим, мы тут все. Подожди, там место есть, сейчас я чувствую. Я сверху положила. Но, тропатайзи. Подожди, я сверху, мы же сейчас весь, все. А это, которую мы сейчас будем сниматься, вот в этом. Вот в этом, мы будем сниматься. Пуфли здесь, и это. Если вдруг что-то здесь, это, ты заберешь домой. Это-то платье не надо или надо нам? Все. Нет. Все, закрывай. Да, там еще место, капец. Но, но, файку зипы, кидок, а ромки не ротоли. Все, это мы сейчас, ты сказал платье взять, я взяла платье. Так, это же, бери. Это карфель. Подожди, надо было туда. Это называется, друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Ну, вот что значит настоящий, верный друг. Видите, с чемоданчиком сразу раз, все, вот так вот, по щелчку в 3.15. Что вы хотели? Все. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А пусть у ваших друзей будет по 100 рублей. Евро, евро. Сейчас мы взвесим, посмотрим, сколько там. Шикарно. Сегодня день будет веселым. У меня настроение шикарное. Зержик, я думаю, похудел. Кто его видел до этого? Кто? Кто видели они? Что ты думаешь? Никто не спит. А, это хранение. Ну, а взвешать? Серж говорит, что там больше 30 килограмм. Подожди, может туда влезет еще? Сейчас давайте еще один чемодан поломаем, вообще будет шикардос. Дай сами, дай сами молча. Бля, я в шоке. О! Подожди, мы закрыли? Да. Захлопнули? Проверим, мы вернулись к чемодану, посмотрели носок. Слышишь, посмотрели носок. Где носок, Женька, покажи. А в носке были деньги, там в инстаграме история есть. Была мелочь. Ну, мелочь, прям. Порошенький чулочек, все. Мы будем разыгрывать его на прямом эфире. Мы его сохраним, там напишем. Удачи. Да, чулок удачи. Пеппи длинный чулок, Карло длинный чулок. Господи, они сейчас меня возненавидят. И тебя тоже, и тебя тоже, Женя. Сейчас вся его там вот эта команда придумщиков. Сейчас там напридумывает. Это мелан, детка. Как тебе открыть? Возвращаемся с Женей посмотреть, если закрыли ячейку. Но там ничего такого нет. Там просто шел компьютер. Жека говорит, а не переживай, пока его туда пихали. Говорит, его уже поломали. Закрыто. Что сказал? Она говорит, надо ловить мою фантастику. На ноге, да, на ноге его. Застегните, завяжите. Две огончары, раскарпа. Раскарпа, раскарпа. Все равно каски. Несколько эмоций принесли ему в мои волосы. Как у них чистенько, да? Молодцы. И погода шикарная. Я даже сняла рубашку. Я в рубашке ехала, потому что ночью выезжала. И сейчас в одной футболке и в кардигане. Все, сейчас мы уже идем на съемку. Там написали уже, я так понимаю, сценарий. Уже все знают, да, где локации какие. Серж прожил 8 лет в Милане. Он его хорошо знает. Так, ну и где? Куда он? Сержик, ты же 8 лет живешь, да, в Милане? Жил. Или ты тут только проездом или жил здесь? Жил, да? Потому что люди спрашивали. Видят, видят, что ты из Милана. Аму, аму. Ну, типа, нет, 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 нет. Просто видно, что, понимаешь, у тебя манера вот эта вот столичная. Понимаешь? Миланеска. Миланеска, Миланеска. Говори. Милан охеренный город. Все как красиво. Небоскреба. Нам надо сейчас тоже очки свои. Я, кстати, взяла очки, которые ты мне подарил, которые поломались. Если будет время сегодня занести куда-то, чтобы где-то починить. То есть я их с собой взяла специально, потому что они мне хорошо сидят на мне. А Жанка там душка, это, не душка, вот это, знаешь, гвоздик оторвался. Какая красота. Посмотрите. А как это так? Слышишь, этот дом, что его изначально сдавали уже, а, уже изначально насадили. И типа ты, если не хочешь, тебе дерево не нравится, нельзя его спилить? Нет. Я в шоке. Вы решили собрать в носок желудей набрать с собой. Не желудка. А мне же, почему у Корлёвы была такая песня, у тебя есть палочка-выручалочка. Боже, зато теперь Карла носок побывает даже в Милане, когда бы он знал, да? Столько пусть я много всего поснимать вам, ребята, и бляха-муха, у меня на этом батарее садится. Да, на этом телефоне батарея просто летит моментально. Ну, я думаю, что если где-то мы присядем, мы можем потом его немножко заправить. Радио-диджей в Милане. Как симпатично смотрится вот эта вот дорожка. Вау! Спешил лапурной. Специально для нас. Супер. Саженцы, саженцы, где-то вы там будут высаживать, где-то мы в парке. Я, кстати, в парке здесь ни разу не была. В парке в Милан. Идемте, ребята. Сейчас идем в одном из самых больших парков Милана. Это центральный парк. Называется Симпионы. И идем в сторону замка, палаца Сфорцеско. Костелло Сфорцеско. Который похож на Кремль. Потому что строил его один и тот же архитектор. Сейчас ты увидишь Кремль. Откуда пошел Кремль. Понял. В Миланске он очень много построил из Дании в Милане. Сфорцеско. То есть прямо... Как будто бы побываешь на Красной площади. Но я тебе скажу, парк по сравнению с Измиром, вот по чистоте, по дорогам, конечно, не сравнить. Там, конечно, вообще. Там сказка, вот центральный парк в Измире, вот где я живет Сергеевна. Там, конечно, она не вот так вот. Ну так, вот, нет, красиво. Нет, природа, я ничего не говорю. Сама вот эта вот дорога... Нет, это специально сделано, чтобы не нарушать никакого бетона. Нет, это специально сделано, чтобы слиться с ландшафтом. Понял. Боже, везде какие-то ярмарки, везде где-то кто-то играет. Но люди отдыхают, понятно, где-то. Сколько людей. Серж, куда мы идем, расскажи. Идем вверсу до Ому. До Ому, да? Я говорю, Серж, ты колготки мне покупала, размера XL. Вау. Где-то я так еще побыла бы вот так. Шикарно сегодня. И погода вообще просто. Сама погода. Очень жарко. Это вообще еще гудая. Здесь не была, я здесь первый раз. Я была там, где, я так понимаю, центр. А вот здесь нет. Надо желание загадать. Я здесь тоже первый раз. В общем, что я уезжаю. Помогают мне мальчики. Поставили меня к мальчику, который едет на Париж, чтобы я вышла на правильную остановку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...